всем доброе утро мои дорогие начинаем новое видео снимаем всю елочку разбираем я уже все сняла игрушки сняла гирлянду вот наша гирлянда вот такая вот одна такая и сверху нас чуть не хватило сделали в этом году подожди зайка вот вам хотела показать поближе я в этом году помните пшикала со спрея такой снег вот кто еще не делал а хочет сделать лучше не делайте пожалуйста во первых он сыпется очень очень сильно все игрушки мне пришлось перетирать все вообще все игрушки были грязные это вот пока я снимала гирлянду с одного места получается елка крутила из одного места снимала это вот столько вот снега вот этого вот этой вот пыли это ужас мне пришлось полностью идти переодеваться умываться вот ужас просто лучше этого не делать я сделала это в этом году первый раз и больше я делать этого не буду сейчас буду елку полностью разбирать сниму верхушку на нас отдельно получается на 2 на 2 или на три части на нас разделяется я начала от нижней уже снимать хочу ее полностью сейчас положить в ванну и полностью смыть вот эту вот вот эту вот ерунду она вот очень сильно увидите сыпется как-то просто ужас не знаю больше делать не хочу и хотела в этом году конечно еще за снежную елку покупать тоже перехотела не хочу во первых это столько грязи столько сыпется с него с этой елки да с этой тоже сыпется иголки но не так как этот снег сыпется так что не советую никому плед тоже полностью буду закидывать час закину постираю и вот здесь приготовила тоже сейчас все будем запаковывать все убирать как бы и это все убирать просто ужас с одной стороны и хорошо что прошли уже все праздники как-то это все так поднадоело эти постоянные праздники один за одним готовка подарки уборка после каждого праздника вот но с другой стороны можно сказать будет скучно не будет обычно когда готовишься к чему-то да вот как-то это все празднично как-то это все идет своим чередом а когда уже праздники кончаются так пусто становится особенно сейчас вот елка когда стояла так хорошо было елку убрали сразу так пусто стало чего-то как будто не хватает вот место больше стало этот угол освободился вот помните я говорила вам столик со стульчиком принесли с детской спальни здесь этот стол нужнее так как макс садится рисовать либо пластилин что-то лепит и когда он спальне стоял он не сильно как бы желание было у него там сидеть одному вот он как-то начинал играть а когда уходишь от него и он за тобой и бежит в зал вот ну а в зале он как бы сидит часто даже один вот любит в пластилин играть вот сразу здесь пропылесошу пол помою чтобы макс не растаскал это все и будем переходить к статуэткам первые буду заворачивать статуэтки все контейнера принесу здесь сразу все сложим а потом все остальное весь декор вынесу в прихожую и уже начну там распределять в какие контейнера помните я вам говорила я купила два новых контейнера у меня конечно и старые были еще контейнеры как-то ревизию проводила в подвале разбирала тоже все убирала как бы и два контейнера с новогодних которые у меня были пустые тоже их заняла уже и вот купила на замену для новогоднего декора два новых но как-то все и ну конечно и декор как бы появился новый кое-какой в этом году так что мне забегаю наперед не хватило все равно одного контейнера вот и на следующий день мы конечно съездили точно такой же контейнер купили и уже все упаковали все хорошо здесь я запаковываю гномики вот такие вот тоже в этом году покупала по распродажам я вам сразу не показала их вот были эти гномики такой большего размера средний и маленький маленький самый стоил 3 евро вообще его цена была и по за побольше которые по 5 евро они были ну а я купила их все за 4 евро представляете вот когда вот такие вот скидки в том году я не помню не было таких скидок а вот в этом году после рождества немецкого получается были скидки так что вот мы это это в магазине в теди покупала помните я вам говорила елочку розовую в спальне я купила там и белую а вот за гномиков я почему-то забыла сразу вам сказать вот этот весь декор в принципе там много декора уже не было когда мы поехали там на весь декор на новогодний было 50 процентов скидки а даже 70 70 процентов да вот и я там вот эти вот купила в принципе больше ничего хорошего не было максим со мной здесь в зале и играет свои игрушки и мне помогает где-то прям помогает и где-то наоборот вот так что вместе весело у нас особенно когда я в зале навожу порядки он часто у нас в зале приходит приносит свои игрушки и как бы играет вот носки снимает не успеваю одевать носки ему не хочет носках ходить и все на улице все равно прохладно как бы да и дома получается все равно по полу не сильно холодно но все равно как бы я не разрешаю ему ходить без носок на улице такая погода и погулять вроде не выйдешь постоянные дожди идут и ветер очень сильный и дома получается даже темно от этой погоды на улице и настроения можно так сказать нету ничего делать но делать нужно и продолжаем дальше убираться выношу все во флюр протираю пыль сразу какой декор у меня стоял до рождества тоже ставлю его на место как бы чтобы все все на место сразу же ну а потом пойдем тот декор весь запаковывать все нужно тоже с окна вот эти подсвечники все все поотклеивать поубирать снег высыпать в пакетик и наверное заметили и глаза и нос после этой елки целый день все чесалось вот как то так так что девчонки блин с этим снегом лучше не надо я говорю раз попробовала больше я делать этого не буду как есть зеленая елка мне даже больше нравится чем вот эти заснеженные раньше я почему-то заснеженные прям так хотела елки но вот как то вот попробовала вот это вот да конечно если хорошую елку купить я вообще хотела в елку в том году купить не получилось ну может быть в этом получится купить вот хотела вообще всю ее литую взять вот не знаю посоветуйте стоит покупать литую вот заснеженную елку либо просто купить да чтобы она была литая конечно хорошая прям качественная но зеленая не знаю вот посоветуйте какую лучше взять елку я не знаю чтобы вот так вот снег не сыпался может быть если покачественнее взять елку она не будет так сыпаться ну и как бы может быть лучше будет да вот не знаю посоветуйте как вы думаете ну и здесь решила сразу убрать пылесосом все хорошо потому что под стекло снег попал и тряпкой так бы просто не убралась ну а пылесосом все быстро хорошо все вытянулось и протираю от пыли поставлю туда свечки которые стояли и поставлю также их на окно сразу буду вытаскивать все батарейки какие вытаскиваются из новогодних игрушек тоже будем их запаковывать тоже убирать в трех у нас в двух получается у нас батарейки вставляются в слоник батарейки не вставляются у них там он внутри вшита как-то вот а снеговика получается не музыкальный у нас идет тоже наволочки буду снимать сниму все наволочки сразу закину постирать и прошлогодние тоже наволочки тоже вытащила они более красные у нас об оттенке тоже закину сразу все постираю и потом уже сложу все тоже в контейнер и все все и Смотрите продолжение в следующей части. Все убрала. Гирлянду не стала, вот эту вот зеленую полностью. Убрала только розочки. И остальное все оставила уже в ней. На следующий год, может быть, также оставлю пригодиться. Нет, значит, буду разбирать. Очень много блесток. Стряхнула салфеточку, которая здесь лежала. Также ее буду оставлять здесь. Она была вся в блестках. Все вытерла, стряхнула. Подсвечники тоже протираю от пыли, тоже от блестков. Ну и оставила тоже вот эти вот черные тоже подсвечники здесь. Пока не знаю, что еще буду ставить здесь. Пока так побудет. Потом посмотрим. Хочу полностью убрать прозрачную эту клюенку, дорожку и постелить уже небольшие такие маты, которые я покупала на распродаже в Алде. И переходим уже в последнюю комнату, где я все сносила, где я все поставила здесь. Теперь нужно это все разобрать по контейнерам. Я уже, как говорила, хочу вот эти зеленые гирлянды убрать все в одну, где какие-то цветы, что-то вот это тоже, чтобы в одно все это было. Здесь с коробочки я все достаю. С вот этой вот небольшой. Это мы снимали с кранца, когда с венка. Все тоже из гирлянды. Все оставалось вот в этой коробочке. Теперь нужно это все разбирать по цветам. Я шары, допустим, желтые. Келлеры у меня тоже красные. Тоже вот в отдельных коробках таких стоят в ящичках прозрачных. Вот, чтобы уже видеть, где что лежит. Синий тоже в отдельные сделала как бы. Но вот, чтобы все было, все шары друг об друга тоже не терлись. Аккуратно все слаживаю. Разберем здесь. Уже уберусь. И уже потом в последнюю очередь пойдем мыть с вами елку. Елка пока лежит в ванне, ждет своего часа. Наконец-то я разгребла хоть чуть-чуть. Получилось все вот это послаживало в контейнера, что вместилось. Контейнеры полные. В нижней, получается, все почти гирлянды. Елки большие. Так по мелочи что-то. Здесь, получается, вот в третьем контейнере у меня все стеклянное практически. Тут игрушки. Тут венок у нас в оригинальной упаковке. Это гирлянда я не стала разбирать. Также пакет сложила. И мне нужен, наверное, еще один контейнер. Езжу еще в экшен и куплю вот такой вот один контейнер. Это бенгальские огни тоже. Надо убрать их тоже в коробку куда-нибудь. Так, и вот это получается. Елка у нас отдельно идет, конечно. Здесь макшевские игрушки перебрала. Нужно выкинуть. Только коробку оставить. Потом вот это вот все. Вот эта мелочевка. Там внутри тоже мелочи есть. И дождик, и всякие такие эти крючки для шаров. Это тоже как-то здесь оказалось. Не знаю. Так что вот это все, короче. Еще нужен мне контейнер. Съезжу в экшен. Вот такой вот салатовый контейнер. Еще один куплю, наверное. Вот это как раз все сложу. И вот это вот, не знаю, вместится, не вместится. Все вместе. Тут мягкие игрушки. Гном, Дед Мороз. Вот тоже хочу бы в контейнер, чтобы тоже не валялось. Там она у меня в киллере. Все тоже будем сложить. Ну и все, в принципе, все разгребла. Все осталось. Зайчик еще остался. Его надо в другой контейнер убрать. Это максовская игрушка. Надо ее на улицу тоже вместе занес. Вот. Ну и теперь осталось пропылесосить, помыть пол. Весь пол в блестках. Пока все это не растащилось. Здесь тоже надо разобрать все. Убрать чуть-чуть. Чуть-чуть вот разобрать, помыть пол и пропылесосить. Макс играется с пылесосом. Наволочки сняла. Еще прошлогодние оставила. Думаю, тоже их сполосну, чтобы уже на следующий год, тоже если я буду красные одевать, делать все в красные, то не пригодятся. Чтобы уже сразу все чистое было. Сразу закину вместе с пледом. Все. Все постираем. А уже спать пора Макса ложить. А я что-то так долго это все. Это ужас просто. Пока эту елку с этой елкой... Еще елку надо помыть. Я еще елку не мыла. Так что будем продолжать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а мы с вами уже убрались. Макса положила спать. Помыла елку. Мыла хорошо проточной горячей водой. И все хорошо отмылось. Елка стекает теперь в ванной. И будем делать с вами десерт небольшой. Макс уже открыл печеньки. Кушал. Открытая у меня пачка получилась. Так что нам понадобится печенье. Вот такое желательно именно, чтобы было банка сгущенки. Две баночки сметаны. Либо одна большая банка. Все хорошо соединяем миксером. Но у меня в этот раз густовато получилось сильно. И я добавила еще сливки. Одну баночку. Все хорошо соединяем. И уже будем все слаживать слоями. И нужна будет какая-нибудь начинка. Можно положить и бананы. Ну как бы любая начинка. На ваш вкус. У меня сегодня замороженная малина. Вот. Все аккуратно. Все слоями в какое-нибудь блюдо. И все это хорошо проливаем вот этой его начинкой. И на 2 часа ставим в холодильник. Так что 2-3 часа, чтобы оно постояло все в холодильнике. И затем уже можно будет кушать. Получается очень обалденно. И быстро не чувствуется даже, что это печенье. Ну а чувствуется как десерт. Как тортик, можно сказать. Вот так что пробуйте. Тот, кто еще не пробовал, советую попробовать. Очень получается вкусно. Тот, кто еще не пробовал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держи только его Ну а мы решили всей семьей съездить как раз это выходной день Съездить в соседний город в Гютерслю Народу конечно нету так как это выходной Погулять по центру просто по этому городу Мы вообще если приезжаем в магазины и все как бы в принципе сам город не знаем Так что решили просто погулять по городу Дошли еще до центра Здесь как раз все магазины Просто походили позаглядывали в витрины Вот можно так сказать Но погуляли Очень в принципе хороший красивый город Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на сегодня все Всем пока мои дорогие Не забудьте поставить пальчик вверх Если вам понравилось это видео И подписаться Если еще не подписались А вам желаю всего самого-самого наилучшего Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok